В этом году Институту регионального уполномоченного исполняется 10 лет. В нашем регионе с момента основания структуры возглавляет ее Людмила Романова. С какими показателями подходим к юбилею? Сегодняшняя тема «Права человека» и в гостях у нас Людмила Романова. Людмила Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Людмила Валерьевна, ну в принципе, как бы да, наверное, главные цели, задачи и миссия, она на поверхности. Это помощь граждан, защита их прав. А есть ли вот какие-то задачи и какая-то миссия такая вот глубинная, которая, может быть, не сразу бросается в глаза? Главная наша задача сначала понять человека. Ведь почему понять это очень сложно? Потому что человек, обойдя многие ведомства, поступчавшись в разные двери, иногда сталкивается с непониманием. Потому что юридический язык от языка норм морали, справедливости, он очень отличается. И человек не всегда может грамотно, по-юридически объяснить свою проблему. И вот задача понять, в чем же суть нарушения его прав, иногда это занимает длительное время. Вторая миссия – это поддержать, объяснить человеку, что какая бы ни была проблема, какой бы сложной и неразрешимой она ему не казалась, у него есть всегда поддержка государства, государственных правозащитных органов, в том числе уполномоченного по правам человека, которые ему подскажут верный путь, покажут те нужные инструменты, механизмы для того, чтобы восстановить его права. Ну и, конечно же, третья миссия – это помочь. Непосредственно своим делом, своим участием в разрешении данной проблемы мы стараемся помогать нашим гражданам. И вот за это время, за 10 лет ко мне поступило почти 32 тысячи обращений жителей области, гостей. Из них порядка 5 тысяч – это чисто восстановленные права. И я очень благодарна всем органам государственной власти Владимирской области, руководству федеральных, территориальных органов власти за то, что вот за эти 10 лет мы выработали действенное взаимодействие, и у нас вместе получается разрешать самые сложные вопросы. Какой процент тех людей, которые действительно обратились действительно вовремя, действительно по делу, и действительно были где-то их права нарушены, вы вступились, да, начали работу, и все получилось, да, человек счастлив, доволен, говорит огромное спасибо. Вот какой процент обращений удалось решить, и что вот вы прям можете занести себе в копилочку, если по цифрам? Ну, это где-то, наверное, 15% от общего количества обращений. Это хороший показатель? Для уполномоченного это хороший, потому что уполномоченный по правам человека – это дополнительный правозащитный механизм. Мы идем в дополнение всем нашим органам власти, когда вот как раз та самая ситуация, когда человек не смог самостоятельно объяснить, в чем суть его проблемы. В результате был понят неверно, ситуация интерпретирована неверно, и результат, естественно, человек не видит. И вот в этой ситуации как раз вот уполномоченный и нужен для того, чтобы правильно поставить проблему, правильно предложить пути выхода из нее. И вот таких 15% – это, скажем так, та погрешность, где есть и какие-то недоработки со стороны органов власти. Разбираться в сложности наших законов тоже не каждый может. Это специальные, все-таки подготовленные, компетентные юристы, адвокаты, сотрудники различных органов власти, органов местного самоуправления. А простой человек, он, скорее всего, ориентируется не законодательством, а как раз ценностными понятиями справедливость, правда, мораль, честь, достоинство. Правильно это или неправильно? Иногда, к сожалению, эти понятия бывают расходятся. И вот наша задача, моя задача как уполномоченного – все-таки поставить торжество между нормами морали, нравственности и нормами закона. Слушайте, правда, удивляюсь вашим умениям и вашим стараниям, но вот если действительно разобраться, обычный человек, будь то горожанин или житель села, он порой же даже не делит законодательную власть, исполнительную власть. Вот он и есть главный, он знает, что у него есть проблемы, и он догадывается, что, наверное, главный эту проблему должен решить. А он ее не решает. И ему не объяснить, что, дружище, извини, это не моя история, это вообще другая ветка власти или другая структура. Вот каким образом, не знаю, какие внутренние инструменты из себя достаете, чтобы человеку понять, дать, объяснить и рассказать, что, извини, надо к другому человеку обращаться. Или вы вместе с ним прямо бьетесь до конца? На самом деле вместе с ним стараемся идти до конца. Потому что действительно... Понимают люди, что все-таки, когда уже проходит путь, что, а, значит, мне все-таки не сюда, а по другой дорожке идти. Постепенно понимают. Но наша задача, вот если мы видим, что нарушение права действительно состоялось, оно, к сожалению, произошло, мы вместе с человеком идем по всем тем инстанциям, которые он, возможно, даже уже прошел. То есть у уполномоченного есть вправо в досудебном порядке еще раз пройти вот те самые проверки, которые могут быть в административном порядке, в прокуратуру обратиться. И когда мы правильно все-таки формулируем в соответствии с законодательством, приводим доводы, почему эти права были нарушены и что их необходимо восстановить, соответственно, мы видим результат. К сожалению, вы правы, что большинство наших сограждан не владеют юридическими познаниями. И вот мы второй год уже реализуем такой проект, как правовой поезд. Мы ездим по сельским населенным пунктам. За прошлый год мы поселили 48 поселков Владимирской области. Посетили 48. Посетили. В этом году мы уже половину области объехали, то есть 24 поселка у нас уже на счету. Каждый раз мы посещаем разные населенные пункты. Обратная связь по прошлому году какая? Очень неплохая. 30% установленных прав от общего количества. Потому что удается вместе со всеми моими коллегами, участниками правового поезда, сразу на земле, на корню разрешать какие-то возникающие проблемы. Допустим, человек выходит на пенсию, сталкивается с тем, что... Ну, не согласен он с размером начисляемой пенсии. С нами работают специалисты социального фонда. Они сразу слышат из первых уст ситуацию заявителя. И приезжая уже на рабочее место, в рабочий кабинет, они проверяют личное дело и принимают какое-то решение. Пенсия пересчитывается. Либо мы находим дополнительный стаж. Не выплачиваются какие-то пособия. Опять же, с нами работают сотрудники Министерства социальной защиты. После проверки принимается конкретное решение. Нет дороги, оборванные провода. Вопросы по газификации, либо до газификации. Различные проблемы возникают в сельской местности. И, к слову, если горожан больше интересует блок социальных прав, то для сельской местности актуальные вопросы – это блок экономических прав. Конечно, есть вопросы, которые невозможно решить сразу. Допустим, нужна дорога. И власти понимают, что эта дорога нужна или требует ремонта. Но денег сейчас в бюджете нет. И если они и будут, то только в бюджетах следующих годов. Отсроченная такая, отложенная проблема. Но если власти принимают решение о том, что поставить вот эту дорогу в ремонт или в производство дорожных работ на следующий год, я считаю, что это тоже серьезный сдвиг. Потому что у жителей есть уже определенная дата. Когда им будет выполнен ремонт. И они понимают, что их услышали, что они не остались одни с проблемой. И таких на самом деле вопросов очень много, которые возникают у жителей и сельской местности, и городской. Какие проблемы стали актуальны сейчас? Сильно ли поменялась вот эта вся история, на ваш взгляд? И поменялась ли? Вы знаете, допустим, вот раньше, если коснуться блока социальных прав, ко мне поступало большое количество обращений с жалобами на работу медико-социальной экспертизы. Установление инвалидности, прохождение непосредственно процедуры освидетельствования, выдача технических средств реабилитации. Очень много вопросов. Мы очень много взаимодействовали с руководством медико-социальной экспертизы. Вот последние годы этих проблем практически не стало. Они идут в таком единичном разовом порядке. А если они и возникают, то решаются максимально быстро. Вот буквально недавно, допустим, ко мне поступило обращение дедушки в отношении своей супруги, которая после перенесенного заболевания стала практически лежачей. Ей потребовалось установление инвалидности впервые. И соответственные технические средства реабилитации. Памперсы, пеленки и так далее. Но почему-то в индивидуальной программе реабилитации ни коляски, ни пеленок, ничего не было. Незамедлительно обратились в службу медико-социальной экспертизы, наше главное областное бюро. И в течение трех дней были внесены правки по имеющимся документам. И семья получила все необходимое. То есть иногда вопросы решаются достаточно быстро. И то, что требует денежных средств, особенно из бюджетов, конечно, это долгосрочные вопросы. То есть я думаю, уже анализируя вот эту историю, вы кейс под названием медико-социальная экспертиза уже можете себе в портфель занести. Что вот были проблемы, решили, вот сейчас уже меньше и быстрее решается. Совершенно верно. В 2014 году у нас была встреча с президентом Российской Федерации. И на этой встрече я в том числе задавала вопрос о медико-социальной экспертизе. Вот сейчас этого вопроса нет. Он полностью решен, он исчерпан. И я считаю, что медико-социальная экспертиза работает достойно. Ну а те ситуации, которые возникают, они решаются в рабочем порядке. Топ-3 актуальных проблемы сегодняшнего дня. Лекарственное обеспечение и право на охрану здоровья. Это самое, наверное. Как с первых дней всегда это был топ обращений. Были периоды, когда это было чуть поменьше. Были периоды, мы их все с вами прекрасно помним, когда обращения по лекарственному обеспечению, они были просто в топе у всех органов власти. Сейчас немножко опять идет спад, но тем не менее обращения все равно поступают. Так, лекарства. Лекарства. Второй момент – это жилье. Жилищный вопрос. Многодетные, молодые семьи, люди, проживающие в аварийном жилье. Вот как был топом, так он и остался. Причем этот топ, он такой долгоиграющий, долгоразрешимый. И вот... Потому что в топ, наверное, потому что дорогой. И дорогой, и сложный, и технический для исполнения. Несмотря на то, что работают государственные программы, которые успешно реализуются во Владимирской области, тем не менее количество аварийного жилья, конечно же, много. Программа «Молодая семья» для молодежи... Для молодежи – это для кого? Для тех, кому не больше 35 лет. Ко мне поступают обращения, что молодые семьи, простояв какое-то количество времени... Уже не молодые. ...времени в этой программе, поучаствовав, перешагивают 35-летний рубеж, и в итоге они оказываются вычеркнутыми из этой программы. Несправедливо, неправильно. Разбиралась в этом вопросе, начала разбираться еще 4 года назад. Недостаток федерального финансирования, изменение вообще подходов к формированию семьи. Если раньше, по статистике, молодые люди вступали в брак 20-22-25, сейчас этот возраст и для женщин, и для мужчин гораздо выше. Поэтому вот 3 года подряд, говорю о необходимости пересмотра критериев молодая семья для того, чтобы хотя бы увеличить этот возраст на 5 лет до 40. И, может быть, учитывать по одному из супругов. Все-таки у нас, как правило, один из супругов старше второго. Иногда значительно. Мобилизованные, Людмила Валерьевна, мобилизованные, члены их семей, участники СВО. Как здесь обстоят дела по этим вопросам? Есть ли обращения, с чем они связаны, да? И как решаются? Самые тяжелые – это обращения от семей, которые потеряли своих близких, которые признаны без вести пропавшими, попавшими в плен, погибшими, но, к сожалению, из-за условий специальной военной операции их не могут привезти сюда, чтобы достойно похоронить. Со всеми этими вопросами мы работаем в тесном взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой и стараемся максимально внести наших ребят в списки для того, чтобы по ним продолжался или велся переговорный процесс. И мы знаем, что уже несколько наших ребят были освобождены из плена. Это, конечно, самые тяжелые. Я всегда с большой радостью принимаю информацию, причем это может быть любое время суток, от федерального уполномоченного, о том, что наши владимирские ребята освобождены. Спасибо за это большое, за эту большую работу нашему правительству, нашему государству. Конечно, большой блок сейчас обращений – это период, когда была частичная мобилизация от мобилизованных, которых призывали. Это были несогласия с призывом по состоянию здоровья, по семейному положению и по другим вопросам. Мы тесно взаимодействовали со всеми органами военного управления, с нашими призывными комиссиями во Владимирской области. Многих ребят нам по объективным причинам удалось вернуть домой, потому что, допустим, состояние здоровья не позволяло. Сейчас мы работаем непосредственно с самими военнослужащими. У нас во Владимирской области находится полк для выздоравливающих военнослужащих. И дважды в месяц я и мои сотрудники аппарата выезжаем туда и проводим прием граждан. Конечно, вопросы самые серьезные. Это не только состояние здоровья, лекарственное обеспечение, но в первую очередь это не выплата денежного удовольствия, каких-либо единовременных выплат, которые они получают по ранению, страховые выплаты и так далее. То есть много таких вопросов, по которым мы взаимодействуем с военной прокуратурой, Министерством обороны, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Стараемся помочь каждому, потому что это наши семьи. Очень рада, что сейчас у нас создан фонд «Защитники Отечества», потому что, по сути дела, мы коллеги. Они помогают семьям комиссованных военнослужащих, те, кто сейчас уволен с военной службы. Это большая помощь, поддержка. Сейчас очень важны вопросы реабилитации, дальнейшей социализации этих людей в нашем обществе. Нужно, конечно, помогать всем миром. И я благодарна нашему губернатору, правительству Владимирской области за то, что делается все возможное. Вот, допустим, буквально на днях у нас принято изменение в указах губернатора о том, что меры поддержки теперь могут получать не только семьи военнослужащих, которые сейчас принимают участие в СВО, но и члены семьи тех военнослужащих, которые, к сожалению, погибли. Или получили тяжелое ранение. Раньше не было такого. Раньше этого не было. Поэтому большое спасибо за оперативность и быструю реакцию. То, что слышат, то, что понимают. И мы видим конкретные результаты. Большая работа, которая предстоит всем. И, наверное, здесь нельзя сказать спасибо нашим общественным организациям, которые активно включились в эту работу, собирают гуманитарные грузы, отвозят их нашим ребятам на передовую. Спасибо всем жителям Владимирской области за то, что так неравнодушно относятся ко всем вопросам и помогают, кто чем может. Есть большой блок вопросов, который касается совершенствования военного законодательства. У меня на данный момент есть в разработке более 10 предложений. И мы в ближайшее время их направляем и в Министерство обороны, нашим депутатам Госдумы, Совет Федерации, нашим сенаторам. Все они рождаются после того, какой пройдете истории? Конечно, потому что обращений много. Мы их систематизируем, анализируем. Видим тонкие моменты, которые желательно подправить. На сегодняшний день какой можете, наверное, проект совместный, либо исключительно ваш, как уполномоченный, выделить, который сегодня реализуется, который идет? 2014 год – это как раз когда к нам поехали первые беженцы с Донбасса. И у нас также создавались пункты временного размещения, и мы им активно помогали. В 2015 году мы занимались, о чем я говорила раньше, медико-социальной экспертизой, вопросами доступности, о Казани, о свидетельствовании. Мы тесно и плотно работали с нашим руководством. Далее мы занимались вопросами, допустим, доступности железнодорожных вокзалов. Потому что вдруг пошли обращения, что трудно доехать, трудно добраться, нет доступной среды. Многое было сделано. Мы тесно работали с транспортной прокуратурой, и была разработана дорожная карта, по которой потихонечку, поступательно, поставленные проблемы, недочеты начали разрешаться. Закон о бесплатной юридической помощи. Мало кто из наших граждан знает, что есть такая возможность некоторым отдельным категориям граждан бесплатно обратиться к адвокатам и проконсультироваться. И в некоторых случаях адвокаты будут даже представлять их интересы и в госорганах, и в суде, и так далее. Оказалось, что это право было недоступным. Проработали рекомендации. В прошлом году был принят замечательный, новый областной закон о бесплатной юридической помощи. Как раз в продолжении того мониторинга. Это была одна из моих первых рекомендаций. Наша жизнь, она вся перетекает из одного другого. Иногда одна проблема тянет за собой другую. И задача как раз в комплексе посмотреть на ситуацию, помочь конкретному человеку раскрутить это дело. И, допустим, обращается человек, а ему нужна не только помощь в обеспечении лекарственными средствами, он нуждается в социальном работнике. Плюс у него накопились проблемы ЖКХ. Вот, допустим, один из примеров могу сказать. Кому получила письмо из исправительного учреждения, из колонии, где заключенный пишет, посмотрите, пожалуйста, навестите мою маму. Она мне не пишет уже полгода, а больше родственников у меня нет, и я не знаю, к кому обратиться. Вдруг с ней что случилось? Действительно выясняем, что мама перенесла тяжелые заболевания и лежит, по сути дела, без помощи, ее подкармливают там соседи. Сразу же связались с соцзащитой. Ей был назначен социальный работник. Выясняем, что за период болезни ей была приостановлена пенсия. Начали работать с социальным фондом для того, чтобы ей возобновить выдачу пенсию и выплатить то, что ей недоплатили. За этот период накопилась масса просрочек за жилищные платежи. Начали решать эти вопросы. По приставам возникли вопросы, потому что кто-то на нее уже и подал заявление, что она должник, чтобы у нее вычитались пенсии, оставляя ей прожиточный минимум. То есть и вот каждый вот этот... А, еще вопросы у нее по регистрации также были. И вот это вот одно обращение заставило нас, по сути дела... Простое. Проведайте маму, пожалуйста. Да, проведайте маму. Нельзя человека оставить вот в таком тяжелом состоянии. Всем миром, всей Владимирской областью, всеми структурами мы, по сути дела, задействовали для того, чтобы каждый в рамках своих полномочий помог этой женщине. И сейчас у нее есть соцработник. Потихонечку оплачиваются долги. Она получает пенсию, получает лекарства. Все у нее хорошо. Ну, а сыну дали ответ, что нами проведена вот такая большая работа. Это вот показательный пример, когда простое, казалось бы, обращение, а оно за собой, как снежный ком. Уважаемые телезрители, о том, по каким телефонам связываться, на какую почту писать и где находится аппарат уполномоченного, всю информацию вы можете видеть на своих экранах. Людмила Валерьевна, чаще звонят, пишут, что наличный прием приходит или не разделяете, откуда прилетают обращения? Вы знаете, наверное, все-таки чаще пишут. Электронка или даже почта России. И почта России, и электронная почта. Все эти возможности у нас доступны. По каким-то легким вопросам звонят. Посоветоваться, уточниться, выверить, а правильно ли я поступаю. Или, а что мне полагается, если вот я оказался в такой жизненной ситуации. То есть право еще не нарушено, но нужно посоветоваться. Поэтому вот такие устных консультаций мы тоже даем очень много. И я считаю, что это очень правильно, когда наши жители, прежде чем что-то сделать, посоветуются. Ко мне обращался мужчина, который прошел все этапы судебного обжалования, дошел до Верховного суда по своей квартире. Но, к сожалению, правда, не добился. Потому что был пенсионер. Потому что нанять квалифицированного адвоката или юриста у него не было средств. И везде в судах он писал и стоял сам, как умел, с девяти классами образования. Естественно, результат нам понятен. Но чтобы не оставить человека один на один с бедой, мы плотно поработали с управляющей компанией, из жилищной инспекции. Был проведен ремонт дома, укрепление фундамента. И, по сути-то дела, пусть не в том объеме, как он хотел изначально, но его права были восстановлены. И право на благоприятные условия проживания, безопасные условия проживания, они были восстановлены. Социальные сети пролетают? – Немало. Немало тоже. И у меня есть аккаунты и ВКонтакте, и в Телеграме. И мне очень много пишут. Уполномоченный – это наш помощник простых граждан. И мы принимаем все обращения и стараемся проконсультировать, потому что понимаем, что вовремя данная консультация, объяснение этой жизненной сложной проблемы – это на 50% залог успеха. И я очень надеюсь, что наши граждане будут и в последующем в первую очередь советоваться, а потом только уже принимать какие-то такие серьезные и веховые решения. Спасибо большое, Людмила Валерьевна. О защите прав граждан мы беседовали с региональному уполномоченным Людмилой Романовой. Продолжение следует...